МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Зверевские депутаты на своем заседании рассмотрели результаты работы административной комиссии и другие вопросы. 80-летие снятия блокады Ленинграда от фашистских оккупантов, чествования блокадницы-зверевчанки. Какие изменения произошли по линии социального фонда? Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. 27 января исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Накануне этой даты депутат Законодательного собрания Ростовской области Елена Елисеева совместно с главой администрации города Зверево Александром Нотаревым с почетной миссией побывали у жительницы блокадного Ленинграда, ныне почетного жителя города Зверево, ветерана труда Антонина Александровна Гайворонской. Выполняю поручения коллег. Спасибо большое. Медаль, она именная для вас, удостоверение к нему. Ну и, естественно, цветы. Ну, я присоединяюсь к этому особо-почемному награду и плазничка. Вам цены нет. Цены нет вам. Ничего страшного. И я вас хочу обнять. Греб как греб. 27 января 1944 года наши войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. В СКЦ «Маяк» состоялась посвященная этой дате встреча школьников, представителей администрации города, с единственным проживающим в Звереве жителем блокадного Ленинграда Антониной Александровной Гайворонской. Время страшной блокады она запомнила навсегда. Жизнь, конечно, у детей была очень тяжелая. У меня на руках умер маленький мальчик, мой братик. Он все время плакал. Ему было 8 месяцев. И мама когда... А мама работала в госпитале. И когда мама приходила, давала кусочек хлеба ему, я заворачивала его в марлю и давала этот кусочек в рот. Он сосал, кончился хлебушек, он снова начинал плакать. И так плакал, что до хрипоты доходило дело. И когда он храпел, я думаю, ну, наверное, он уснул. Очень обрадовалась, хоть немножечко. Мне было в то время 6,5 лет, в 42-й год. И я думала, что он уснул. Когда пришла мама, спрашивала, где Миша, я говорю, он спит. И когда она подошла, и вот этот крик, который был, ее как реакция на случившееся, меня до сих пор, до сих пор я слышу слова «Тосенька, а он умер». И вот так я поняла, что это было очень страшно, что будет еще, наверное, страшнее, потому что нечего же кушать. Мама схватила меня и повела, унесла к тете. Она чем-то меня накормила. Я вся опухла, потеряла голос. Мама, конечно, испугалась меня в охапку и понесла в госпиталь к врачу просить, чтобы мне дали какой-нибудь уголочек, постельки, где я могла бы отдохнуть. Врач разрешил остаться нам. И я брала детская ведерочка и ходила маленькая по палатам. Очень красиво я пела песню, расцветали явно не игруши. И кто мне давал кусочек хлеба? Кто ложечку каши? Кто ложечку супа? И так я жила. Антонина Александровна не только поделилась воспоминаниями о блокадном Ленинграде, о своей жизни, но и обратилась к молодому поколению. Я верю, что вы будете достойными сменой нашего поколения. Победа будет за нами. Спасибо вам большое. Уважаемая Антонина Александровна, своим героизмом, вы вдохновляете молодежь. И мы говорим искреннее спасибо вам за вашу стойкость и мужество, доброту и отвагу. От всей души желаем вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. Примите поздравления от наследников победы. В завершении этой встречи состоялся просмотр пронзительного кинофильма, посвященного блокадному Ленинграду под названием «Африка». Зверевские депутаты провели свое первое в этом году заседание, на котором присутствовали глава администрации города Зверево Александр Лотарев, прокурор города Зверево Александр Жаков и другие представители власти. Вопросом номер один всегда является состояние преступности в городе. На этот раз анализ правопорядка за весь прошлый 2023 год. Состояние преступности на территории города Зверево по итогу 12 месяцев характеризуется снижением почти на 5% или на 11 преступлений. Общее количество зарегистрировано преступлений 218, в прошлом году 222 было 229. При этом снижение почти на 17% сократилось в тяжких, особо тяжких преступлений 50 на 60. На 17% снизилось число преступлений, по которым производство предварительного следствия расследования обязательно, это по линии следствия. 113 на 136 на 13% увеличилось количество преступлений, компетенция, дознание. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 111 преступлений. В том году было 121 у нас, было больше, гораздо ниже области, которая 130, и ниже межмуниципального отдела, которая 123 преступлений. Начальник отдела полиции города Зверево Алексей Тарновский также отметил, что в прошлом году произошло снижение фактов мошенничества в области IT-технологий. К сожалению, такие преступления сложно раскрыть. Жулики никуда не делись. Все они звонят и на госуслуги заходят. Пытаются и совершенствуют свои новые виды мошенничества. Мы пытаемся профилактировать. Алексей Георгиевич ответил на вопросы депутатов, а затем озвучил ряд нареканий, по которым наиболее часто обращаются в полицию граждане. Хотя это и обсуждали и с Александром Валентиновичем, и, соответственно, на комиссии ПДД у нас до сих пор не везде установлены дорожные знаки и предупреждения искусственных. Неровности на дорогах. Все это мы знаем. Тем не менее, многие люди, которые в жалобах к нам так же поступают периодично, что лежачих полицейского поставили, допустим, в темное время его не видят. Да, установим. То есть такая задача есть, и мы ее обеспечим. И плюс заключим контракт на анонсении дорожной разметки, в том числе и на лежачих полицейских. Не меньше вопросов вызвала информация о работе административной комиссии. За 12 месяцев от 2023 года на рассмотрение в административную комиссию при администрации города Зверево поступило 177 дел об административных правонарушениях. Аналогичный период годов 22-го – 175 материалов было, 21-го – 173 материала. Ну, то есть немного с плюсами идем. Штрафов в 2023 году тоже было назначено в два раза больше. Их общая сумма составляет 240 тысяч рублей. При детальном ознакомлении, по каким статьям нарушения правил благоустройства были выписаны протоколы, слово взял прокурор. А у нас, получается, город замусоривается. Это видно невооруженным глазом любому жителю города. Город замусоривается, но вот ситуация, оказывается, у нас вполне благостная. Всего 7 человек таких обнаружено. То же самое касается и парковки автомобиля в неустановленном месте. Вот любой может пройти по дворам и увидеть автотополе, стоящие на газонах, натянутые цепи. Это все одни и те же административные правонарушения. Тоже всего 13 правонарушений. На мой взгляд, это свидетельствует о полном отсутствии работы административной комиссии. Несмотря на все наши обсуждения, ситуация кардинальным образом не меняется. Может быть, пересмотреть работу и хотя бы по наиболее болезненным вопросам ее активизировать. Я понимаю, что все разом не получится сделать. И вот складирование стройматериалов на территории общего пользования, это, я так понимаю, перед частными дворами... Перед частными дворами куча, да? На солнце. Ну, это... Насколько это страшное правонарушение, по сравнению со всем... Ну, 270... Да, зато они массово уявляются, потому что это легко. Прошел по улице, вот они все люди, все живут. А то, что реально могло бы поспособствовать порядку в городе, это вот 20. Состояли там казаки и скрытые наряды, как я их там ставил, и по гражданке переодевались. Ну, да, выявили, по-моему, один всего из этого, это вот, семи там, один материал выявили. Ну, то есть, хотя бы, знали, сфотографировали этого человека, мы его установили. А так он, ну, пока полиция приехала, ну, кинул, как бы убежал. Как этот процесс сделать? Ну, надо над этим, да, подумать. Вопросов нет. Давайте решим прямо сейчас. Подумать. Я готов поспособствовать обеспечению в каждую такую группу по одному участку. У вас будет с собой сотрудник полиции, который тут же сможет и задержать, и установить личность, и все остальное. 2024 год принес изменения в работе Социального фонда России и в различных выплатах, осуществляемых этим фондом. Насколько повысились пенсии, детские пособия, материнский капитал и о многом другом, в том числе и о том, чего не стоит делать гражданам, чтобы не стать жертвой кибермошенников, рассказывает начальник отделения социального фонда по городу Зверево Светлана Краснова. Начну свое выступление с подведения итогов ушедшего года. В январе исполнился год, как начал работу Социальный фонд России. Главная задача, которая стояла перед региональным отделением социального фонда, это сделать предоставление услуг гражданам более качественным и удобным. Социальному фонду удалось обеспечить получение ранее назначенных выплат в прежние даты. Кроме того, запустили оформление новых мер соцподдержки. Большинство услуг Социальный фонд России доступны гражданам в электронном виде. Часть услуг предоставляется беззаявительно. Это автоматическое назначение страховой пенсии по инвалидности, назначение ежемесячной денежной выплаты, назначение маткапитала, СНИЛС и другие услуги. Социальный фонд выстраивает взаимодействие с гражданами на принципах удобства, доступности и открытости. С этой целью ведомство развивает цифровые услуги и сервисы, которые помогают упростить и ускорить процедуры оформления мер соцподдержки и другое. Одной из таких возможностей является сервис Госпочта, который оптимизирует получение заказных писем из социального фонда. Реализуемый Почтой России сервис обеспечивает пересылку заказных писем в электронном виде. Один из главных плюсов услуги заключается в том, что письма всегда доходят до адресата, даже если адресат временно или постоянно сменил место своего жительства. Помимо этого, полученный электронный документ имеет юридическую силу и может быть представлен в другие ведомства. Письмо не потеряется и в любой момент доступно для скачивания. За корреспонденцией не нужно ходить на почту, это экономит время и силы. Чтобы получать заказные письма социального фонда через Госпочту, нужно подключить соответствующую услугу в личном кабинете на портале Госуслуг. Отделения Социального фонда России по Ростовской области в 2023 году были вручены ключи от новых автомобилей «Лада Гранта» жителям нашего региона, которые пострадали от нещадных случаев на производстве и нуждаются по заключению комиссии медико-социальной экспертизы в адаптированном под их нужды автотранспорту. Техника имеет ручное управление и механическую коробку передач. Среди получателей люди разных профессий – шахтеры, горнорабочие, работники дорожных служб, водители, инженеры-механики. Срок использования выдаваемых автомобилей составляет 7 лет. В течение всего этого периода эксплуатации отделение будет частично компенсировать затраты на топливо и техническое обслуживание. После истечения этого срока и при наличии соответствующего заключения медицинской комиссии выдается новый автомобиль. При этом ранее полученная машина остается у гражданина. Такая государственная поддержка очень важна для наших граждан. С 1 января текущего года на 7,5% были проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. В результате индексации страховая пенсия увеличилась в среднем на 1431 рубль. Я подчеркну, что прибавка у каждого пенсионера индивидуальна и зависит она от размера ранее получаемой пенсии. В связи с праздничными и выходными днями часть пенсионеров нашего города получила пенсию досрочно за январь 28 декабря. Остальные пенсионеры получают январскую пенсию по обычному графику января. Через отделение почтовой связи выплата пенсии началась с 3 января и осуществляется согласно графикам выплаты почты. Единое пособие на детей у нас выплачивается с 3 по 25 число за предыдущий месяц. Также напомню, что в конце декабря была досрочная выплата за декабрь. Январская выплата придет уже по графику в феврале. Размер единого пособия зависит от дохода семьи и от размера регионального прожиточного минимума. Также 1 февраля на 7,5% социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока им не воспользовались. Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию на 7,5%. Материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу 2023 года она составила 7,5%. Также с 1 января 2024 года изменилась величина прожиточного минимума для пенсионеров Ростовской области и составляет 12 492 рубля. В заключении хочу предостеречь наших пенсионеров от мошенников. Неизвестные звонят нашим гражданам от имени сотрудников фонда и предлагают дополнительную выплату нашим пенсионерам в размере 10 000 рублей. Под предлогом оформления вымышленной доплаты злоумышленники запрашивают у граждан персональные данные. Если вам позвонили и представились сотрудникам социального фонда, не называйте свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер карты, пин-код карты и пароль от личного кабинета. Отделение социального фонда по Ростовской области оказывает свои услуги только лично в клиентской службе или онлайн на госуслугах. Причем всегда делает это бесплатно. О всех полагающих выплатах пенсионеры могут узнать на сайте социального фонда, позвонить по номеру единого контакт-центра или обратиться в клиентскую службу по месту своего жительства. Добрый день, уважаемые жители города Зверево. Хочется с вами поговорить о отборе для службы вооруженности в Российской Федерации по контракту. Эта работа продолжается. Вы все прекрасно знаете, что войскам нужна замена, отдых. Поэтому до сих пор у нас проходят мероприятия по отбору для службы по контракту. Минимальный срок заключения контракта один год, а также можно заключить контракт на 3, на 5, на 7 и на 10 лет. Многие считают, что служба по контракту это обязательно участие в боевых действиях, но это не так. Дело в том, что очень много заключающих контракт работают в базах обеспечения, в тыловых службах. Все знаете, что необходимы и ремонтные базы для ремонта выходящей из строя техники. Также требуются медицинские работники, и медсестры, и врачи, и санитары. И люди, которые обеспечивают материально-техническое, то есть водители, которые доставляют грузы, ГСМ. И люди, которые занимаются обеспечением пищевого удовольствия, повара, пекари, которые хлеб пекут, и тому подобные специалисты. Поэтому служба по контракту разнообразная, она учитывает профессии, которые имеет человек по гражданской специальности. Очень много обращаются люди с вопросами, связанными, как же оформиться и пройти отбор для службы по контракту. У нас существует целая система в настоящее время отбора по контракту. Основной пункт отбора по контракту в Ростовской области расположен в городе Ростове-на-Дону по улице Аганово, 22. Телефон 8-863-235-15-22. Либо можно обратиться в наш военкомат, который обслуживает города Гуково и Зверево по телефону 8-930-896-38-60. Либо военно-учетный стол 6-2013 и получить исчерпывающие сведения о всех нюансах. Я остановлюсь на некоторых из них, наиболее актуальных и важных. При заключении контракта следует несколько форм выплат. Во-первых, это федеральные выплаты от президента Российской Федерации в размере 195 тысяч рублей. И региональные выплаты от губернатора нашей области с 1 сентября с лицами, которые заключили и будут заключать контракт после 1 сентября 2023 года. Она составляет 200 тысяч вместо 100, которые были до 1 сентября. 200 тысяч рублей. Кроме этого, существует ряд остальных льгот. Это и льготы, связанные с кредитными делами, и связанные с вопросами отсутствия земельного налога, и связанные с двухгодичными отпусками, и с внеочередным поступлением детей есть, взрослые дети есть у лиц, которые заключили контракт в средние специальные высшие учебные заведения. И также ряд других мер поддержки. Возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны через накопительную ипотечную систему. Бесплатное обседание лечения и реабилитация военно-медицинских учреждений. Страхование жизни за счет федерального бюджета. Ну, соответственно, если кто-то на длительное время заключает контракт, право на льготную пенсию после 20 лет льготной выслуги, а если человек служит по контракту в горячих точках, то там идет год за три. Вот, поэтому достаточно прослужить там 7 лет, и у тебя будет уже льготная пенсия. Ну, и, соответственно, он получает статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы по этому вопросу. Как же, значит, или какие документы нужны для того, чтобы начинать по пункту отбора оформление для контракта? Ну, во-первых, это, естественно, паспорт, значит, военный билет, при наличии военного билета, либо, значит, иной-другой воинский документ, потому что, допустим, на военный контракт может заключаться даже с теми, кто еще является призывником. Поэтому возраст начинается от 18 лет и до, значит, 53 у рядового сержантского состава и до 57 лет при соответствующем здоровье, значит, для офицерского состава. Соответственно, паспорт, военный билет, свидетельство о браке, значит, свидетельство о рождении детей при наличии, если дети есть, соответственно, ну, документы об образовании, ну, и, соответственно, все эти банковские реквизиты, которые необходимы, ну, и фотографии. Можно обращаться, не обязательно персонально выезжать туда, можно, значит, обратиться по телефонам, которые я диктовал, если кто-то не запомнил, вы на учетном столе можете поинтересоваться, вот, и созвониться с пунктом по отборам и в том же Аганово, или через личный кабинет на официальном сайте Министерства обороны, вот, либо через электронный сервис, то есть удаленным доступом, но, соответственно, в любом случае, человеку надо пройти медицинскую комиссию, либо по направлению военкомата, но если быстро и качественно, то лучше это обратиться на Аганово и там пройти в течение трех дней все анализы сдать, и комиссию, и собеседование с психологом, и сразу же этот вопрос будет решен, если при наличии нормального здоровья в положительном плане. Значит, что бы хотелось сказать, значит, в преддверии наступающего весеннего призыва. Дело в том, что внесены изменения у нас в закон о воинской обязанности военной службы, в настоящее время срок продлен, раньше, значит, призыву подлежали граждане от 18 до 27 лет, сейчас срок увеличили до 30 лет, то есть с 18 до 30 лет. Также были изменения внесены в Кодекс административных правонарушений. За неявку по повестке военной комиссариат, значит, штраф до 30 тысяч рублей, 25 тысяч рублей штраф за незавершение дополнительного обследования, который человек будет направлен, если он нуждается в нем. Поэтому желательно не доводить до этих, значит, штрафных санкций и своевременно являться военный комиссариат или военно-учетный стол по повестке, куда вы будете приглашены. Приглашается обычно заранее, чтобы человек мог решить все свои бытовые вопросы. Еще раз повторяю, если какие-то вопросы возникают, связанные с конкретикой, по нюансам, по всем этим, связанных по отбору и на службу, и по льготам, какие положены ему и семье, просим обращаться в военно-учетный стол, либо военный комиссариат, если вам удобнее, либо, значит, в город Ростов-на-Дону, на улице Оганово, там существует расширенный пункт отбора для службы по контракту. О спорте. В городе Шахта состоялся открытый турнир по баскетболу среди мужских команд 2006-2007 года рождения, в котором приняли участие шесть городов. Баскетболисты города Зверево выиграли все матчи группового этапа и лишь в финале уступили два мяча команде города Шахт. Второе место. Достойный результат. Поздравляем призеров и тренера Махнёва Евгения Валерьевича с заслуженной победой. Также состоялся шашечный турнир, в котором принимали участие шашисты городов Зверево и Гуково. Места распределились следующим образом. Среди взрослых. Первое место. Нина Залуцкая и Александр Тищенко. На втором месте. Елена Кириченко и Адам Соловьев. Третье место заняли Алла Хроменко и Виктор Кудинов. Среди детей победителями стали на первом месте Кристина Иванова и Даниил Шапошников. Второе место. Степан Гаврилов. Третье место. Саркиз Акерян. Также за активное участие грамотой были отмечены Елена Павлова и Михаил Штефа. Поздравляем! У настоящих экологов всегда есть дело. Даже зимой, когда, казалось бы, природа замирает. С наступлением зимних холодов и снежных заносов юные участники объединения «Степной ветер» вместе со своим руководителем Дмитрием Кудряшовым вышли на экологическую тропу. Взяв в руки лопаты, расчистили дорожки, где гуляют зверевчане, развесили дополнительные птичьи кормушки и щедро угостили пернатых их любимым лакомством. Ведь основные враги птиц в зимнее время года – холод и голод. Присоединяйтесь и вы к этой доброй акции. Проявите заботу о воздушных обитателях нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова